Коллеги, рядом со мной Ешенкова Мария. Это спикер нашей деловой сессии, которая начнется буквально минута через минуту. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, мы все успеем, не опоздаем на нее. Очень сильно надеюсь. Давайте немножечко тогда расскажем о сессии, о теме, которая будет сегодня затронута. Сегодня мы будем говорить о том, как поставщику правильно строить свое взаимоотношение с сетями. Ну, что скрывать, сети все больше и больше весят в той корзине продаж-поставщика, к которому он имеет дело. Причем региональные сети сокращаются, значение федеральных увеличивается. Соответственно, момент коммуникации становится очень и очень важным. И нужно те моменты коммуникации, которые возникают, использовать с максимальной пользой. Сегодня хотим рассказать о том, как именно правильно рассказывать о своих новинках. Потому что это вот такая классическая история. Ты приходишь на переговоры или ты отправляешь свою презентацию на переговорах. Вот как сделать так, чтобы эта презентация была максимально правильно составлена информативно для сети. Причем очень важно, что наша компания провела специальное исследование по поводу того, откуда, собственно говоря, вообще сети получают информацию про поставщиков. И какой уровень доверия к той или иной информации. И как раз мы сегодня это представим на нашей секции, об этом расскажем. Ну и очевидно, что такое доверие к той информации, которую представляют самые поставщики, он, конечно, безусловно, есть, но навсегда на него делается скидка. Ну мы же все себя любим рекламировать, правда же? А есть определенные другие источники информации, например, СМИ, которые вызывают гораздо больше доверия. Это нужно обязательно знать, им нужно обязательно пользоваться, и нужно выстраивать свою стратегию, исходя из этого. Вот мы постараемся сегодня на этом сосредоточиться, рассказать, вплоть до того, какие СМИ лучше использовать, для каких задач, кому. Что там нужно сказать, и как построить этот проект. Вот про это будет у нас все. Насколько я понял, просто ваша работа – это золотое дно, потому что огромное количество производителей мечтают выйти на федеральный уровень, работать с ритейлерами, а вы знаете, как это сделать? Мы работаем не только с теми, кто хочет выйти, во-первых, а с теми, кто уже и работает, потому что, на самом деле, мне кажется, знаете, выйти на сети, это кажется, что это вот очень сложно, но на самом деле, по моему опыту, самые большие сложности начинаются, когда ты с ними уже работаешь, когда, например, у тебя объем уже заведен такой большой, что ты серьезно завидишь от этого игрока, от сети, и тебе нужно согласовать с ними свои интересы, да, и нельзя, к сожалению, ты не можешь себе позволить просто делать то, все то, что тебе сеть говорит, да, то есть это сложный переговорный процесс, в этом приходится работать. Не знаю, очень сложно сказать, мне кажется, сейчас поставщики находятся в большой ситуации давления, да, и здесь хочешь, не хочешь, нужно, конечно, в этой теме ориентироваться. Но очень много, очень много хороших компаний, которые, конечно, прекрасно с этим работают, однако в тех инструментах, которые мы предлагаем, почему-то вот они по какой-то странной причине не дотягивают. Но всегда же появляется что-то новое, да, и всегда какие-то новые возможности, которые компания должна анализировать, да, рассматривать, и, мне кажется, добавлять в свой портфель. Лучше и не скажешь. Спасибо большое, пожелаем вам удачи на сессии, потому что не буду задерживать, буквально минута через минуту мы начинаем. Спасибо. 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 Спасибо.